Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Живете где в Киеве? В Киеве не живу. Адрес есть? В Киеве не живу. А, не живете? А где живете? В России. В России не судимый? В России не судимый. Нет, в Украине. Ну, в детстве было, да, судимый. А какие статьи? Субтитры сделал. Привлекательности в качестве места отдыха. Несмотря на теплое море, скучный пейзаж из почти лишенных растительности высоких холмов, окружающих бухту и всюду проникающая пыль от рассыпанных по всему городу цементных заводов, сводят на нет все преимущества климата. Новороссийск город-труженик среди сплошь усыпавших черноморское побережье оазисов отдыха и развлечений. В криминальном мире центром притяжения на юге России всегда считался Сочи. Преступников всех мастей, как магнитом тянуло на самый юг Краснодарского края. Быть там наместником смотрящим было почетно и выгодно. Однако Новороссийск имеет свою изюминку. В промышленном городе находится самый крупный на Черном море морской порт, через который ежедневно перекачиваются тысячи тонн нефтепродуктов, загружаются в трюмы сухогрузов, зерно и цемент. Денег через Новороссийск проходит немеренно, а где большие деньги, там всегда находятся охотники заполучить их. С 1986 года в Новороссийске проживает грузин Бодри Адоная. Незадолго до переезда несколькими сотнями километров южнее, в портовом грузинском городе Поти, на воровской сходке, созванной старым вором в законе вахапатийским, Дорцмелидзе, он был удостоен высшего воровского титула. Уехав с родины, Бодри становится смотрящим по Новороссийску и даже добавляет к своему прозвищу приставку из названия города Томас Новороссийский. Прожив в нем более 30 лет, Томас Новороссийский не нажил претензий к себе со стороны закона, хотя советская милиция, а затем российская полиция прекрасно знали о его высокой воровской должности. Он сумел без проблем пережить несколько масштабных кампаний по борьбе с организованной преступностью, в результате которых его многие коллеги вынуждены были не по своей воле покинуть Краснодарский край, поменяв место жительства на таежные края или в лучшем случае убыть в изгнании за пределы России. Так получилось, что Томас Новороссийский оказался предвестником массовой миграции грузинских воров в законе на север, произошедшей в начале 90-х годов прошлого века. Он словно первопроходец протарил путь последователям. Почти все воры родом из Тбилиси предпочли перебраться в российскую столицу. Бодри Аданая родился в приморском поте и, судя по всему, не мог представить жизни без моря. Новороссийск вполне заменил ему родной поте. Его выбор оказался не единственным. Многие воры в законе уроженцы поте или соседнего Батуми, также предпочли осесть в портовых городах. Вместе с Бодри в Новороссийск переехал его двоюродный брат, Туту Патийский, от Даная. Там же он и умер в 1996 году, но по обычаю всех грузин, был похоронен в родной земле. В Новороссийск Бодри заезжал и подолгу гостил его дядя вор Коча Патийский, Алания. Вор в законе Бодри Новороссийский оказался продуктом своего времени, когда в обиход в Грузии вошли воровские семейные кланы, состоящие сплошь из близких родственников. В его клане оказался еще один вор Каха Абашский, Махалатия. Приходясь уже дальним родственникам Бодри, он выбрал для проживания не прибрежный город, а расположенный в самом центре России Липецк. Что касается самого Бодри Аданая, то путевку в жизнь он получил из рук, весьма уважаемого среди грузинских законников Ваха Патийского. По своему масштабу и авторитету старый вор не уступал, признанным грузинским патриархом воровского мира, Ираклию Тбилискому, Ишхниле, Игоге, Чаковане. Биография крестного отца для Бодри всегда служила лучшей рекомендацией. Его двоюродному брату не так повезло. Именно Ваха Патийский лишил звания Туту Патийского. От своего крестного отца, умершего в поте, в 1997 году, Бодри Новороссийский унаследовал непримиримый характер. Он часто конфликтовал с другими ворами в законе, зачастую переходя от словесных аргументов к кулачным. В настоящее побоище превратилась его встреча с вором Вала, Мжавия. Впрочем, первым начал потасовку, сам недавно получивший титул Вала. Он ударил старшего товарища бутылкой по голове. Физически более крепкий Бодри не только выдержал удар, но и собрав волю в кулак внушительно отметелил Вала. Тот оказался на больничной койке. Ворам дозволено драться между собой, но зачинщику драки, если он по сути неправ, грозят серьезные неприятности в виде отлучения от воровской семьи. Вала вынужден был просить прощения, после чего инцидент оказался исчерпанным. Крепость кулаков Бодри пришлось испытать на себе Роме Батунскому, хмаладзе. Избиение произошло в новороссийском ресторане. С вором Сулимой, Данелия, конфликт ограничился словесной перепалкой с использованием нецензурных слов. Около десятка воров в законе Томас Новороссийский собственноручно вычеркнул из списка. Смотрящий от деда Хасана. Помимо Ваха Патийского, новороссийский смотрящий крепко дружил с еще одним известным криминальным грузином Пеца Бухникашвили. Пеца скончался год назад в Турции от рака. Главным же покровителем Томаса Новороссийского оказался дед Хасан Усаян. Его решением за Бодри остался пост смотрящего. В середине нулевых годов Хасан расставлял надежных людей по всему югу России. В Краснодаре на царство им были поставлены два дата Азманов и Джангидзе. В сочинских смотрящих оказался Зап Лениноканский, Сагаян. В Геленджик был назначен Жорик Тбилисский, Манукян, Автоапсе Саркис, Сильвиян. Из всей дедовской команды дольше всего на посту оставался Бодри Новороссийский. С 1999 года у него в городе появился надежный помощник. Крестником вора в законе становится патийский грек Бонча, Байрамиди, также поменявший Поти на Новороссийск. Еще один грек, но сухумский Матвей, Карабулат, проживавший в Новороссийске, ни помощи, ни вреда оказать не мог вследствие постоянных командировок на зону. Нельзя сказать, что пребывание Бодри в Новороссийске было абсолютно безоблачным. В 2011 году ему пришлось, из-за пристального внимания правоохранительных органов, переехать на время в Украину. В Киеве хватало своих грузинских воров в законе. Бодри быстро вычислили и, усадив в самолет, отправили в Санкт-Петербург. Проблемы Тамаза Новороссийского. Главные же неприятности ждали его впереди. Не сидя сложа руки без дела, Тамаз Новороссийский выстроил криминальную структуру в далекой Франции. В Европе не посчитали нужным долго цацкаться с грузином. Заочно французский суд признал его виновным в создании ОПГ и отмывании денежных средств, назначив ему десятилетнее наказание. Бодри объявили в международный розыск, но он по-прежнему продолжал спокойно и открыто проживать в Новороссийске. Предвестником настоящей беды стал крестник Бонча. В 2013 году, находясь в СИЗО, подмосковные Каширы, он вымогал у задержанного мошенника Барыги 3,5 миллиона рублей. Подследственный написал заявление в полицию. Бонча объявили в розыск. Он вынужден был скрыться на исторической родине в Греции. Оставшись без помощника, Бодри продолжит смотреть за Новороссийским. Испугал вора в законе, слух о скором принятии закона об уголовной ответственности за занятие высшего положения в воровской иерархии, который обсуждался в Госдуме с начала этого года. По всем параметрам, он мог вполне стать его одной из первых жертв. Бодри Адоная подорвался с места и оказался проездом в Белоруссии. В соседнем с Россией государстве, давно уже была объявлена война своим ворам в законе, и имелась картотека вообще на всех воров, проживающих в СНГ. Бодри Новороссийского арестовали. В воздухе повис вопрос о его депортации для отбытия наказания во Францию. Единственным утешением для него могут служить комфортные условия содержания во французских тюрьмах. В российских зонах ему, отвыкшему за три десятка лет от Нар, пришлось бы тяжелее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...